Тушенка съедена, палатки свернуты, конспекты сложены. Межорегиональный молодежный образователь форум Молгород 2014 завершил свою работу. Несколько месяцев подготовки, около сотни членов орггруппы, несметное количество вложенных сил. Все для того, чтобы сделать начало лета незабываемым для молодежи. А пять дней форума проносится на одном духу. Количество полученных знаний еще не скоро упорядочится в головах молодых, но вдохновение получено на целый год вперед. Молгород на самом деле для меня это одна большая дружная семья, где все к тебе тепло относятся. Допустим, ты можешь подойти к любому человеку и заговорить с ним, и тебе не ответят какой-то грубостью, тебе ответят лаской, теплотой. Это все очень тепло, здорово проходит. Большое спасибо хочется выразить организаторам. Завершающий день для форумчана знаменовался еще и встречей с депутатом Государственной Думы Аленой Аршиновой. Вопросов парламентарию было задано немало. Особое внимание уделили ситуации в Украине и Крыме. Проблема оказалась не чуждо чуварской молодежи. Хорошо, что ребята понимают, что страдает, в общем-то, действительно молодежь. И молодежь активно сейчас участвует в событиях Украины, и в Крыму активно участвовала. Поэтому очень хорошо, что ребята сопереживают и не остаются безучастными в этой проблеме. Мне очень приятно, что они понимают, что и от их мнения тоже сегодня многое зависит. Обращение жителей Молгорода 2014 к правительству Украины. Мы, участники 6-го межрегионального образовательного форума Молгород, проходящего на территории Чувашской Республики Российской Федерации, обращаемся к правительству Украины с просьбой остановить убийство собственных граждан и перейти в диалогу. Десятки предложений полных тревоги и надежд, желания и готовности помочь звучали со сцены и находили отклик в глазах молодых ребят. Чтобы теперь и в России, и на Украине, и в Донецке, и в Луганске над головами детей и нас, молодежи, было мирное небо.